Тот самый аромат булочки с корицей, поэтому двух масел корицы разные свойства и разный аромат. Используются против целлюлита. Увы, эффект от булочек с корицей не совсем такой. Только не путайте с маслом кассии. Всем привет! С вами Наталья Новикова и компания Аромашка. Сегодня мы обсуждаем свойства одного из самых сладких, самых горячих и самых опасных эфирных масел – коричневого. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить наши новые видео. Волшебный аромат булочек с корицей прямо у вас дома, и причем без всякой готовки. Чаще всего корица, конечно, ассоциируется со вкусняшками. Но, как оказалось, хороша она не только в тарелке или чашке, но и в косметологии, парфюмерии, терапии и психологии. Только используют для этих целей не порошок корицы, а эфирное масло – это важно. Сразу предупрежу, будьте с ней осторожны. Корица – по-хорошему злое масло. У нее сильная раздражающая способность вместе с мощным действием. Поэтому используют коричневое масло в минимальных дозировках. Обязательно дослушайте видео до техники безопасности. Ну а пока я расскажу про виды коричневого масла. Их существует два – из листьев корицы и из коры. Только не путайте с маслом кассии. Подробнее о разнице между корицей и кассией мы рассказывали в статье на сайте. Ссылка находится в описании под видео. В составе масла из коры преобладает коричневый альдегид. Его содержание доходит до 80%. А у масла из листьев преобладает эфгенол. Поэтому двух масел корицы разные свойства и разный аромат. Впрочем, и общего у них тоже много. В том числе альфа и бета-пенена в составе, бета-филандрен, линолол, кориофилен и другие компоненты. Все это означает, что польза от обоих масел следующая. Оба масла корицы согревают и ускоряют кровообращение. Обладают антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. Используются против целлюлита. Расслабляют, снимают напряжение и спазмы. Применяются при ревматизме, суставных болях и других костно-мышечных заболеваниях. Теперь давайте рассмотрим основную разницу. Первое это аромат. Если вам нужен тот самый аромат булочки с корицей, то выбирайте масло из коры. Второе суровость. Оба масла используются в минимальных дозировках, но для масла из коры это более критично. Дозировки такие. Для коры не выше 0,1%, для листьев не выше 0,6%. Это 1 капля или 6 капель на 50 мл базового масла соответственно. Третье. У коричневого альдегида и масла из коры ярче выражена антибактериальная и противовирусная активность. А у масла из листьев и эвгенола обезболивающее действие. Поговорим про применение. В домашних условиях масло корицы используют следующим образом. На кожное нанесение обязательно в разведении. И ингаляции в аромалампе, аромодиффузоре или персональном ингаляторе. В косметике корица нам пригодится как? Разогревающее масло и стимулятор обменных процессов. Это пригодится в том числе и от морщины для возвращения тонуса кожи. Часто можно услышать, что корица способствует похудению. Отчасти это правда так. Коричное масло помогает улучшить обмен веществ, согнать лишнюю жидкость и разгладить целлюлит. Масло хорошо наносить на кожу с массажем. Увы, эффект от булочек с корицей не совсем такой. Антибактериальная активность корицы нашла свое применение в средствах против акне. Кстати, в наш любимый актив с эпиконтроль входит экстракт коры корицы. А также коричное масло используется для ускорения роста волос. Мы можем добавлять его в шампуни и маски. Приготовим масляную сыворотку для проблемной кожи. Это несложный рецепт, с которым справятся даже новички. Для этого рецепта я рассчитала жирно-кислотный баланс масел, чтобы он точно соответствовал потребностям кожи. А также в составе антиоксиданты, антибактериальные, противовоспалительные и успокаивающие компоненты. Отмеряем на весах масло риса 20 грамм, масло авокадо 10 грамм, масло таману 10 грамм, масло жужуба 7,5 грамма и масло черной смородины 2,5 грамма. Затем добавляем активные компоненты. СО2-экстракт розмарина 0,2 грамма, СО2-экстракт солодки 0,2 грамма, витамин Е 0,2 грамма. И добавляем эфирные масла. Корица из коры 1 капля, черная ель 2 капли, ладан 2 капли, можжевельник 2 капли и эфирное масло бергамота 3 капли. Тщательно все перемешиваем, даем настояться сутки. Используем как активную сыворотку под крем. А еще давайте приготовим с вами антицеллюлитное пряное коричневое масло. Это масло отлично разгоняет кровообращение, сгоняет отечность и разглаживает кожу. Отмеряем на весах. Масло таману 15 грамм, масло авокадо 15 грамм, масло абрикоса 15 грамм, масло амаранта 2 грамма и масло конопли 2 грамма. Добавляем активные компоненты. СО2-экстракт гинкобилоба 0,5 грамма и СО2-экстракт розмарина 0,5 грамма. Теперь очередь эфирных масел. Лемонграсс 3 капли, кора корицы 1 капля, имбирь 3 капли и пихта 3 капли. Смесь тщательно перемешиваем, даем настояться сутки и используем 2 раза в день на проблемные участки кожи. В ароматерапии корица чаще всего используется при простудных заболеваниях, при кашле и гриппе, для снятия суставных и мышечных болей, ревматизм, ушибы, перенапряжение и другое, как согревающее и улучшающее микроциркуляцию средства. А также как прекрасный антидепрессант и способ поднять настроение. Ну какая печаль, когда пахнет свежими булочками. Этот аромат дарит мир, уют и покой. Еще один несложный рецепт антидепрессант в кармашке. Это персональный ингалятор с радостной и бодрящей смесью эфирных масел. Сначала отмеряем эфирные масла. Корица кора 5 капель и бергамот 15 капель. Перемешиваем и заполняем хлопковый стержень ингалятора. Для эстетичности видео я сделала это без перчаток, но вы пожалуйста наденьте. Ингалятор носите с собой и делайте по 5-10 дохов 3-4 раза в день в течение 2-4 недели. Еще больше рецептов с корицей есть в статье на нашем сайте, ссылку ищите в описании под видео. А теперь про противопоказания. Не пытайтесь заменить эфирным маслом в специю, не используйте масло в пищевых целях. Это опасно для здоровья, поскольку масло очень агрессивное. Не предлагайте коричневое масло детям до 6 лет. Не используйте во время беременности кормление грудью. Для накожного применения обязательно разводите в базе и не превышайте указанные дозировки. Напомню, что для масла из коры это 0,1%, а для масла из листьев 0,6%. Спасибо, что досмотрели. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Еще больше интересного об эфирных маслах мы рассказываем в нашем телеграм-канале. Переходите и подписывайтесь, чтобы быть в курсе ароматных новостей. Переходите. Продолжение следует...